Всем нам хотя бы изредка приходится ездить на такси, и каждый раз это лотерея. Никогда нельзя подготовиться ко всем сюрпризам, которые преподнесет вам эта поездка. К примеру, если возле двери вас будет ждать вот такой самоходный агрегат мощностью в одну лошадиную силу. Лучше не жаловаться, это далеко не самый худший вариант. Жителям Лондона вообще повезло. Помимо того, что у них есть идеальные кэбы, целую неделю к их услугам было такси-танк. Ну, то есть вот самый настоящий танк, причем стоимость поездки на нем была такой же, как и на обычном такси. Конечно, это всего лишь была рекламная кампания новой игры, но после этого многие захотели увидеть такой транспорт на постоянной основе. Практически неминуемый момент любой поездки звучит так. Ну вы же там покажете, как проехать, а то я второй день в городе, дороги вообще не знаю. При этом совершенно не важно, сколько именно навигаторов будет у водителя, вам все равно придется показывать нужный поворот. Привет, с вами канал Фактория. Экстремальный вариант такси для тех, кто не определился с планами на вечер. Хотите отправиться домой? Садитесь на заднее сидение. Хотите провести вечер в полицейском участке? Можете сесть рядом с водителем. Приятно, когда на заказ приезжает крутая тачка. Так, тачки вижу. А где крутизна? Крутизна, где я вас спрашиваю? Иногда таксисты любят подбирать по дороге дополнительных пассажиров. Но доводилось ли вам когда-нибудь ехать в компании молодого дерева? Хотя, может, это грудь в юности. Заказывали такси? Вот вам такси. И чем это, вас интересно знать, не устраивает поездка в люльке мотоцикла? Это же новый опыт, новые впечатления. Немного экстремальные впечатления, конечно, но это ведь не повод от них отказываться. Друзья, у меня хорошие новости. Я создал новый канал. Над созданием роликов в нем буду работать в команде. Начали с формата «Короче говоря». Если вам интересен такой формат или просто хотите понаблюдать за моим новым творчеством, то переходите на канал «Видеомикс» по ссылке в описании. Ну, а я продолжаю. Садясь внутрь машины, будьте готовы оказаться внутри... Нет, не машины. Судя по всему, внутри коровы. Непонятно, откуда у владельца машины такая нежная любовь к подобной окраске салона. Нужно куда-то проехаться по воде? Нет проблем. Вот вам водное такси. Пользуется большой популярностью в Нью-Йорке. Если вам приспичило куда-то отправиться по воздуху, тут уж придется попотеть, разыскивая такси и самолет. Но и такие тоже имеются. Мало того, что у этого водителя салон обклеен его собственными фотографиями из путешествий, так еще и вместо магнитолы имеется живой попугай, который будет развлекать вас песенками всю дорогу. Для всех борцов за экологию, чистоту воздуха и прочую защиту окружающей среды есть особый вариант такси. Называется «Осел». Ну действительно ведь очень экологично. Но ладно, если вам не нравится такси из-за слов, то можете заказать себе такси-велосипед. Как видите, в дождь поездка может быть особенно приятной. Иногда кажется, что старые машины, долгие годы отработавшие в службе такси, отправить на металлолом будет милосерднее, чем продолжать эксплуатировать. Но нет, они будут в строю на дороге до последнего своего выхлопа. Среди пассажиров такси, конечно, встречаются разные, но когда вместо пассажира попросили перевезти гипсовый бюст, то водитель клялся, что таких заказов у него еще не было. Именно так должно выглядеть идеальное такси. Вам предлагается прочитать свежие новости в интернете или в печатных изданиях, посмотреть фильм на мониторе, распечатать фотографии или поиграть в Xbox, а салон украшен свежими цветами. А этот водитель такси придумал отличный способ получить свои пять звезд за поездку. В дороге пассажирам бесплатно предлагается воспользоваться кучей различных полезных мелочей. Зубная нить, конфетки, ватные палочки, салфетки и прочая мелочь, которая нужна всем и про которую все всегда забывают. Не успела пассажир занять свое место, как у нее на коленях устроилась очаровательная кошка и сладко заснула. Водитель пояснил, что он подобрал эту кошку на дороге, но еще не заезжал домой, поэтому на киску возложили обязанность развлекать пассажиров мурчанием. Одному пассажиру стало плохо прямо во время поездки. Таксист не просто отвез его в больницу, но узнав, что у пассажира нет ни одного знакомого в этом городе, сам приходил его навещать и справлялся о его здоровье. Знаете, с каким водителем не возникает ни малейшего желания спорить по поводу маршрута и оплаты? С тем, у кого в приборную панель воткнута катана. Казалось бы, современного пассажира ничем в салоне уже особо не удивишь, но вот аквариум! Вот это действительно оригинально! А этот таксист заявил, что ему слишком грустно есть в одиночестве, поэтому по-братски разделил свой обед с пассажиром. Очень неплохо не только до места доехать, но еще и перекусить по дороге. Но вот скажите, когда вы садитесь в такси, вы ожидаете встретить там кролика? Однако же где-то на земле один таксист возит с собой такой ушастый талисман. Если у вас тоже есть интересные фотографии из такси и не только, присылайте их по ссылкам в описании. Когда водитель искренне переживает о своих пассажирах, он запасается для них широким ассортиментом всяких вкусняшек и полезных мелочей, которые скрасят любую, даже самую долгую поездку. Пока семья бегала и переживала, что все вещи не поместятся в одну машину, и они опоздают в аэропорт, таксист уже продемонстрировал, что он не зря играл в детстве в Тетрис и умеет применять эти навыки на практике. Кстати, о старых играх. Как насчет того, чтобы во время поездки поиграть в Дэнди? Мне кажется, это отличный способ вообще не заметить, как добрался до нужного места. После заказа такси пассажиру перезвонил водитель и попросил захватить с собой какую-нибудь миску. Просьба, мягко говоря, необычная, еще необычнее, что миска потребовалась для того, чтобы налить воды щенку, который составляет компанию-водителю. В этом такси вас не попросят поставить пять звезд в приложении. Вместо этого они попросят написать отзыв и приклеить его где-нибудь на потолке. На случай, если одного монитора вам слишком мало, в этом такси вам предлагают сразу три. Причем вполне достойные диагонали. Это чтобы точно никто не заскучал. Живой щенок в салоне – это, конечно, здорово, но чтобы не спровоцировать аллергию, у клиентов в этом такси обходятся демонстрации огромной коллекции фотографий собак. Что? Считаете, что поездка на такси – это слишком скучно? Тогда вам нужно попасть вот к такому таксисту, у которого в салоне настоящий ночной клуб. А сам он не против исполнить роль диджея, заставляя вас спеть в караоке. Не стоит сильно удивляться, если на ваш вызов приедет вот такое такси. Молитесь, чтобы у вас с собой оказался всего лишь один чемодан, иначе вам придется уступить второму чемодану свое место. Да, ну что тут сказать, человек фанатеет от своей профессии. Сразу видно, что он с детства мечтал стать именно таксистом, и даже все машинки в детстве у него были такси. Так, щенки в салоне были, кошки, рыбки, попугай, кролик. Во! Медведя не хватает в этой подборке. Потапыч тоже любит ездить по городу с комфортом. А так выглядит самое большое такси в мире. Огромный БелАЗ служит для перевозки туристов во время экскурсии на карьер. Хотя я бы и по городу не отказался на таком прокатиться. Очень суровый вариант такси. Вы бы не отказались проехать на заднем сидении скутера? Мне было бы не очень уютно. А это вообще особый случай. Вы когда-нибудь видели, чтобы такси было вообще без транспорта? Он что, собрался на руках своих клиентов на сеть? Или это просто такая живая реклама? Представляете, садитесь в такси, а внутри весь салон расписан фресками в лучших традициях эпохи Возрождения. Ну, что поделать, водитель мечтал о славе художника, но пока водит такси. Это что, такси? Да вы издеваетесь, что ли? Игрушечные детские машинки в супермаркетах и то больше по размеру. А если с собой будет чемодан, его что, предлагают привязать и катить за собой как прицеп? Да уж, похоже, дела у Дока пошли совсем плохо, раз он на своем Делореане подался в службу такси. Хотя от такси во времени многие бы не отказались, правда? Напишите в комментариях, куда бы вы хотели отправиться, если вам подвернется такая возможность. Кто это придумал, что Дирижабль отлично подходит для рекламы такси? Никогда бы не рискнул позвонить по этому номеру. Вдруг их прям Дирижабль пригонят? Вроде очень простое объявление, но только представьте, сколько за ним стоит непрошенных советов, которые настолько достали водителя, что он решил их прекратить раз и навсегда. Милота какая! Вызываешь такси, а к тебе приезжает машина с ушками. И сразу улыбнуться хочется, и день сразу удачным начинает казаться. Впрочем, стоит быть готовым и к тому, что на вызов приедет самый настоящий Запорожец, и вам всю дорогу придется гадать, доберетесь ли вы до пункта назначения или заглохнете где-нибудь по пути. Конечно, самые везучие люди перемещаются по городу на такси-квадрокоптере. Это как миниатюрный вертолет, который полностью в вашем распоряжении и доставит вас куда угодно, без пробок и без светофоров. А пока на этом все. Подписывайся на канал и присылай мне свои интересные фото. Все ссылки в описании под видео.